Мы находимся и имеем название как Верхний эстрадный сад. Тут нам тоже есть на что посмотреть, не так много, но тем не менее. К примеру, здесь учеными был обнаружен такой артефакт, как вулканическая книга, к созданию которой человек не имеет никакого отношения. Давайте разбираться, что здесь вообще происходит. А дело все в том, что Северный Кавказ, Южный Кавказ, Восточный и Западный являются одним огромным домом Великого океана Тетиса. При движении литосферных и тектонических плит были разбужены около сотни вулканов, проходящих по всему Черноморскому побережью, заходящие на территорию Республики Абхазия. Началась многобеговая борьба между огнем и водой. Как мы с вами можем заметить, вода проиграла, осушив свое дом. При детальном изучении и исследовании этого артефакта ученым удалось выяснить, что он является современником тех событий. Этой книге 3,5 миллиона лет. Состав, если исходить из исследований, преимущественно окаменелый гилл, известковые образования, вулканические породы, вулканический пепел, металлы и минералы. Это не так интересно. Больше интерес вызывает сама верхушка книги, так как это песок, который под воздействием высоких температур стал стеклом. Насчет причудливой формы книги, к сожалению, ни я, ни любой другой ученый вам точно и верно ответить не смогу, так как это известно лишь одному господу Бога. Таких книг на территории России найдено всего 4 штуки, одна из которых прямо перед вами, а остальные 3 находятся в исследовательском центре города Москва. Можете ее потрогать. Тем более в настоящем учебном году. Они ходили по поводу. Есть дети, но вот дальше вполне себе. Реально стекло. Также, дорогие друзья, прошу обратить ваше внимание на такое явление, как подземное озеро. Но что, если я вам скажу, что это всего лишь лужа, по крайней мере сейчас? Поверите? Да. Прям все поверят? Угу. Ни один не поверит, да? Хорошо. Все равно расскажу. Давайте разбираться, почему это все-таки лужа, а не озеро. Как мы с вами могли заметить, на улице довольно-таки жарко, душно и сухо. Не так ли? В пещерах подчеркивают 12 градусов тепла. Здесь мокро, влажно и довольно прохладно относительно улицы. Происходят вполне себе очевидные процессы, такие как обмен температуры воздуха и обмен влажности воздуха. Происходит это все не в пещерах, а вот в таких вот карстовых полостях. То есть кислород, который вырабатывают деревья, обменивается с ионизированным воздухом, который вырабатывает пещера и запускает в пещеру конденсат. Понимаете, к чему я говорю? Озеро есть в пещерах, но летом оно находится на всей потолочной части этих пещер. Выглядит оно следующим образом. Где-то его больше, где-то его меньше. Это и есть то самое подземное улице. Находится оно абсолютно на всей потолочной части пещер, во всех ходах, лазах и гротах. Также на всем пути нашего с вами следования. Зимой здесь совершенно другие процессы. Какие? Сейчас расскажу. На улице мокро, влажно, бедренно, прохладно, еще и осадка большое количество. В пещерах все так же 12 градусов. Здесь относительно тепло и сухо. Настолько сухо, что данная иловая поверхность начинает разрабатывать себе разломы, которые достигают 20 сантиметров. Через все те же гарсовые полости вода, осадки начинают проникать в пещеру и заполняют это место от стены до стены, заполняя с собой все вокруг. Получаем мы достаточно большое подземное озеро. С таким вот единственным островком. Поэтому сейчас вы можете видеть такую некую демо-версию. Если захотите, зимой берете шезлонги, лежаки. Тут у нас будет зона мангалов. И приезжаем отдыхать. Давайте переброшу вас в пещеру. Не забывайте держаться. Спасибо. Спасибо.